На радио Филадельфия, 106.5 FM Здравствуйте, дорогие радиослушатели, я с этим сталкиваюсь каждый день, в Америке в целом это огромная проблема, это эпидемия, при смертности по стране 82 тысячи человек в год, и я знаю, что я не смогу изменить в целом нацию, но в отдельных случаях отдельного человека я могу попробовать, и я пробую, и помогаю этим людям. Субтитры делал DimaTorzok Таким образом пытаясь решить проблему, в которой мы уже были на тот момент, наркотики, алкоголь и все, что с этим связано. Где-то лет в 10 старших товарищей первый раз напился. Через какое-то короткое время я попробовал марихуану, таблетки, пилюли, все, что могло повоздействовать на мои мозги, я употреблял, все, что я мог найти. При этом сбегая из дома, потому что дома это нельзя делать, у меня была очень хорошая семья. Я родился и вырос в христианской семье. У меня отец священник. И я не видел в этом для себя ничего интересного. Поэтому я пошел на улицу там, где интересно, с 13 до 17. Это был напиться, подраться. Я очень любил драться. Приводы в полицию, суд. То есть это все нас не страшило, а наоборот даже придавало даже интерес больше к жизни. Я чувствовал себя безнаказанным по нескольким причинам. Я понял, что любой вопрос на Украине на тот момент можно решить деньгами. Я понял, что у меня родители могут этот вопрос решить. Вот в эти годы, самые тяжелые для моей мамы, наверное, были, ей вынесли кресло. Мы жили в частном доме, и на крыльцо вынесли кресло. Она там сидела ночами, ждала, что я приду, или меня принесут, или придут и скажут, что со мной что-то случилось, или придут и скажут, что я кого-то убил. Настолько это все было для нее, это было очень болезненно, она сорвала нервы. В 15-16 лет я знал, что я максимум проживу до 30 лет. Папа оставил там все, и мы поехали в Америку. Мои родители получили визу как беженцы по религиозной линии и перевезли нас в Америку. Надежда на то, что что-то изменится здесь, что переехал в другую страну, новые интересы, новые люди, новые друзья, и, возможно, это повлияет на нас, и мы изменимся. Мне было 18 лет, и здесь я познакомился с героином и с крэком. Рутина та, которая была каждый день, это утром встал, укололся, поехали, что-то украли, продали, купили наркотики, укололись, поехали, украли, продали, купили, и это каждый день. Вот таким образом, в принципе, я и попал в серьезную уже такую зависимость. Я был до 20-летнего реабов, и я был чистым за час, и я начинал свою семью. Я начинал релапсироваться, и это просто, что-то больше, чем это никогда не было. Все остальное время я пытался соскочить. Так же и мой брат пытался. Мы переходили на метадон, проходили в клиники, ходили, где пытались нам помочь, тоже там какие-то репцентры, государственные программы. Я пять раз подшивался, то есть, да, я боролся все время с этим, брат мой боролся. Хотя мы понимали в то же самое время, что мы будем наркоманами, чтобы не было ломок, чтобы у нас всегда был хотя бы минимальный запас, и вот вокруг этого мы строили свою жизнь. Потому что выхода никто не мог предложить, мы пробовали и то, и другое. Третье, метадон, мы знали, что с него слезть еще тяжелее, чем с героина. Очень мало было примеров того, что люди победили эту зависимость. Я знал, наверное, одного человека всего в своей жизни, который победил на тот момент зависимость от героина. Однажды мама, прочитав в газете рассказ о парне, который был наркоманом, рядом был человек верующий, пастор, который помолился за него. Этот пастор забрал его к себе на реабилитационную программу. Он прошел программу, переехал в Америку и в Америку открыл реабилитационный центр. Мама, увидев то, что это действительно возможно, потому что она тоже уже знала, что, в принципе, это невозможно, она оставила условия. Либо ты едешь на программу, или же давай лучше иди живи в другом месте и своей жизнью. Ну и все, я поехал туда, приехал, и больше я оттуда не уходил почти три года. И меня атмосфера очень сильно изменила. Я не понимал этого. Когда я попал в реабилитационный центр, и там сидело 15 наркоманов, которые вчера еще кололись, а сегодня они здоровые, они ходят за мной и убирают то, что я там наделал. Они помогают мне, стирают мои вещи, они мне приносят чай, они мне кормят, они готовы сделать все, что угодно. Я не сплю две недели, они со мной не спят. И чтобы только помочь мне как-то. Но это очень сильно действует на тебя, когда ты понимаешь, что они никто тебе. Ты им никто. Эти ребята начинают относиться со мной как с родным. Кто программу эту и вел, его зовут Александр, он жил в этом доме с женой, с дочкой двухлетней, и у них родилась вторая дочка в этот момент. Что-то очень хорошее чувство. Спокойствие, мир. Внутри. Когда ты проходишь через ломки, это очень жуткая депрессия. Когда я там проходил это, у меня не было этой депрессии. Вот эта маленькая девочка двухлетняя, она приходила ко мне, каждое утро садилась на руки. Я очень люблю детей. Для меня это было таким... Я не знаю даже, как это передать, что я переживал в этот момент. Скорее всего, благодаря только ей я вот эти первые две недели и смог пройти. Это для меня было самым большим таким наслаждением, что ли. Потому что детские дети, они же... их не обманешь. И они чувствуют очень сильно взрослых. И они чувствуют, когда взрослым плохо. Может, она это чувствовала, я не знаю. Через три месяца я начал помогать ребятам, ребятам, которые новые приходили, проходить вот эти первые самые тяжелые дни. И через полгода я просто решил, что я останусь и буду работать в этой программе волонтером. Я проработал в реабилитации два с половиной года после этого. 14 лет я чистый. В любой программе, с которой я раньше сталкивался на сегодняшний день, я анализировал, разговаривал с лидерами этих программ. Спрашивал, сколько... Какой процент у тебя людей, которые не возвращаются к наркотикам? Этот процент от двух до пяти процентов. Это очень мало. За затраченные огромные ресурсы, деньги, силы, много чего. И два процента – это очень мало. Как правило, те люди, которые, скажем, хотя бы пять лет употребляли, они уже все были на какой-то программе. И у них не получилось. Они уже не верят в эти программы. Поэтому мне еще и надо, нужно убедить, что я могу ему помочь. Потому что, зная, что у меня уже ничего не будет в этой жизни, и вдруг мне кто-то говорит, а с чего ты это взял? Тебе кто-то рассказал. Тебе кто-то обманул, что у тебя этого не будет. Или это тебя обмануло общество, или это обманул тебя телевизор, или это обманули тебя мысли, или это тебя обманули друзья, родители, неважно кто, но тебя обманули. Ты не должен так жить. Ты же не родился для того, чтобы быть нариком. Ты не родился для того, чтобы сдохнуть под забором. Ты не родился для того, чтобы страдать. Ты же, когда родился, ты мечтал о чем-то. Ты не мечтал стать наркоманом или алкоголиком. Ты не мечтал, что ты будешь страдать так. Ты же мечтал о чем-то другом. Ты не родился для этой жизни такой. когда у меня в городе каждую неделю похороны среди русскоязычного населения и многих из этих людей я знаю лично все об этом молчат всем стыдно об этом говорить нужда которая сегодня есть она не дает мне спокойно сидеть на месте и смотреть как налево направо пацаны молодые пацаны девчонки 18 20 лет умирают налево направо от передозировок надо помочь одному не надо миллионам не надо всему миру помочь хотя бы одному когда ты одному помог он помог следующему потому что он тоже этот девиз выучил а тот помог следующему а ты взял еще кого-то и вокруг тебя появляются люди которые не должны жить но они есть это чудо вот посмотрите у меня получилось вот я реально был кончен и вот у меня получилось посмотрите на мою жизнь если у меня получилось у вас точно получится наша программа это некоммерческая организация мы занимаемся помощью людям которые попали в зависимость нарк нарко или алкозависимость основанием нашей программы является слово божье наша программа существует не так давно и может год-полтора придумал ее мой брат я и доработал с ним наша программа называется exodus us я вышел из тюрьмы у меня не было никаких перспектив и опять вник в наркотики продавать употреблять и я знал что хана мне будет скоро если я так вот только освободился и меня уже прямая дорога назад мне не было позитивных людей вообще моя жизнь я просто хотел выйти из этого круга но я не знаю куда потому что все мое окружение не знаю что такое нормальный человек вообще и я позвонил вообще третьему лицу и сказал свою ситуацию и потом не перезвонил вот володя бондарев и серёга мне призвание это после того как я вообще не знал не слышал ни от одного ни от другого там годами лет 15 точно и вот и все я рассказал свою ситуацию не негде было жить у меня уже четыре передоза было за последние там неделю две и сергей на меня повлиял и ну для меня вот он реальный пример и не супер там какой-то там духовные не знаю там фантазер по библии я не знаю потому что я тоже могу там а именно по делу из три основных черты характера на которых держится вся наркомания в человеке и первое это безответственность безнаказанность это что человеку все должны если эти три вещи в человеке не изменились в процессе восстановления процессе реабилитации или просто он живет и это не изменяется он может перестать употреблять наркотики но он останется и будет жить жизнью наркомана то место что было заполнено наркотиками алкоголем движением она ничем не заполнил там пустота вакуум должно быть чем-то не может оставаться так поэтому для того чтобы человеку помочь и для того чтобы человек мог стать свободным ему нужно конечно за изменить и рутину изменить привычки если он раньше вставал только с одной целью чтобы раскумариться но вот этот круг он засасывает настолько сильно что для того чтобы его разорвать иногда нужно человека поместить в рип-центр и мы помещаем там на два месяца а некоторым нужно до года чтобы остановиться и тогда можно уже на этом что-то строит новое и это то чем мы работаем то на чем я делаю акцент чтобы изменилась человека потому что если он изменит это я могу 99 процентов дать гарантию что никогда не вернется к наркотикам произошел когда переломный момент что я понимал у меня жизнь превращается все больше и больше изоляция от общества или ну наркотики опять же никола не двора и денег и есть то есть быть ответственным мужем отцом я тоже не умею в плане дочки точно могу сказать что она меня любит потому что для нее это дядя и меня вот это на меня иногда то нажимать больше чем и спада мне сказала а посмотри на себя какой-то там черт она для нее по-любому 5 и когда я знаю что я-то не такой по натуре я-то должен быть на самом деле в образе отца как и просто называться ну вот на на меня это действует ну серьезно мне рассказал что здесь выход выход был мне поехать на первый уровень реабилитации что было три месяца первый этап скранта не там семь девчонок и 6 парней это дом где живут такие ребята которых есть проблемы друг другу помогают с ними занимаются в основном это морально психологически духовная работа ведется на первом этапе это решает тот человек который занимается с ними именно там это основу как правило до пастор решает готов человек выходить или нет все я подготавливаю ему рабочее место беру его филадельфия у нас филадельфии есть два дома сегодня таких пока 2 но уже в принципе заполненные поэтому возможно в скором ближайшем будущем придется еще один дом снимать не нравится здесь это люди я объясню сейчас почему вот здесь я действительно чувствую что здесь люди которые как бы они придут на помощь который мне хочется вам прийти на помощь которые там допустим ну ты чувствуешь что у тебя есть на что облокотиться что твой то прикрыт есть условия которые я говорю с каждым человеком прежде чем он переходит или на второй этап иногда приходится из других программ то есть им просто объясняю наши условия нельзя нельзя курить потреблять наркотики пить алкоголь иметь секс на свадьба если с одним из этих вещей он не справляется он обязан поехать на 4 недели на первый этап но за этот первый этап он уже платит со своих денег опять таки 500 долларов добывают такие люди которые могут бывает упал не сдержался соблазн был слишком силен и он это сделал у него есть два варианта то есть или согласиться со мной и поехать на первый этап ну или он должен уйти домой на втором этапе филадельфии их сегодня 11 в чем он заключается они живут тоже вместе они обязаны ходить на работу начальная зарплата 15 долларов час в основном это строительство на сегодняшний день я ищу другие варианты потому что не все могут строить стройкой заниматься я даю работу я их обучаю в процессе работы каким-то навыкам чтобы они знали хотя бы там три-четыре направления в строительстве и знали чтобы хорошо у меня работают есть профессионалы которые работают уже много лет и я их представляю этих ребят к этим профессионалам они перехватывают этот навык мы занимаемся разными видами работ то есть он три-четыре пункта когда освоил хорошо он может не зависеть ни от кого найти себе работу в любом месте но пока он на программе он работать обязан учиться развиваться то есть и абсолютно свободно они могут ездить гулять там ходят постоянно спортзал и общаются знакомятся с девочками знакомятся с мальчиками с друзьями дружат там в кино все они полностью свободно своих передвижениях единственное в чем я контролирую это деньги мы платим аренду это стоит 500 долларов в месяц то есть если их там живет четыре человека это хватает чтобы покрыть все расходы но так в принципе они сами себя окупают то есть они работают они учатся распоряжаться днями они учатся что продукты дешевле и вкуснее купить в магазине и приготовить чем пойти и съесть непонятно что там макдональдс и например то есть и они никогда этого не делали не так никогда не жили как правило они все питались вот fast food сейчас они уже начинают задуматься потому что я им даю определенную сумму только на неделю все полностью все что они зарабатывают это и деньги они берут столько сколько им нужно на проживание остальные откладываются на северный каунте они могут любой момент их забрать но я им помогаю таким образом собрать достаточную сумму денег для того чтобы в основном у них нету лайсенсов документов то есть нет водительского удостоверения документы проблемы криминального характера которые нужно решать это и адвокаты которые стоят денег это и за суды нужно платить и за какие-то штрафы нужно оплатить то есть эти деньги они для того они сами себе восстанавливают то что они наделали в прошлом а в будущем когда они решили эти вопросы эти деньги идут на покупку автомобиля на в идеале то что я хочу в конце увидеть это человек мальчик девочка неважно мужчина женщина который в процессе восстановительного периода вот этого адаптации в социальную сферу познакомился с противоположным полом с девушкой с мальчиком неважно кто это они создают семью на выходе у них есть деньги на жилье у них есть деньги на мебель на первое время у них есть профессия у них есть работа и у них есть неплохой заработок у них есть друзья общество абсолютно шанс на абсолютно новую жизнь вот в такой форме мы работаем и для этого в принципе и создали второй этап так называемый мы называем второй этап и надо не называем но суть том что это дом где живут ребята они ходят на работу зарабатывать деньги и у них есть реальный шанс начать жизнь сначала ради года приходит человек полностью разрушены то парень эта девочка неважно ты понимаешь что у него в жизни все закончилось причем там мог он еще живой он еще ходит но внутри у него выжжена пустыня и через какое-то время вот твоей работой его работы его усилий усилий группа в которой ты работаешь ты смотришь а он у него вместо той пустыни цветы на себя он дышит полной грудью он улыбается он смеется он радуется жизни он стремится к чему-то у него появляются цели он он движется как через какое-то время смотришь у него дети родились он папа когда ты это видишь на твоих глазах это происходит и ты еще понимаешь что какая-то даже если это маленькая но часть в этом твоя и без тебя могло бы этого не быть но это приносит удовлетворение не знаю с чем сравнить даже скажем так работа и заработок денег мне не приносит столько удовлетворения как видеть человека вот в таком состоянии когда ты видишь человека разрушенного полностью разрушенная жизнь и ты видишь человека восстановившегося вот когда я вижу такие такие истории когда я вижу этих людей я тоже очень радуюсь а